Всем привет! Продолжаем Продолжаем продолжать Продолжаем играть в Fallout И Знакомиться с содержанием книги Совершенный код Стива МакКоннелла Ну и сегодня как всегда продолжим То на чем остановились Остановились мы на проектировании и преконструировании Вот Но для начала надо Загрузиться Ага я уже вижу Это я на базе военной Да А да я в прошлый раз сделал уровень Уровень Текущий уровень уже 15 И Конец игры уже близится Так я прокачал Тяжелое оружие 53% Но Но Может взять Этот потрошитель выкинул Не надо Блин а что бы еще взять Миниган наверное не Не получится Да Миниган тяжелый Типа лоскалубцы Ни мне никогда Не надо были Ими особо не пользовался Что еще тут тяжелое Кассеты вот эти или что Гранаты Так гранаты наверное тоже выкину Так 22 Не не берется Блин Вот это оружие не хочется выбрасывать И силовой кастет Хотя Нафиг он не надо Че бы Че бы еще выкинуть Одну веревку могу Вот так вот Это че у нас Рад Икс Бафаут Да вот этих наверное штук Пять Или семь Оно особо не повлияло Ладно Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо я все все патроны смогу забрать да еще одном может быть есть так так подойдем отключим а ну-ка еще раз а ну-ка если сюда подойду ой-ой-ой ладно ну чтож продолжим да так куда нам процесса на тебе о так сейчас я подлечусь попробую ка я взять в руки миниган вот болеет блин 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 надо было броню нормальный надеть вот я тупо ну так ладно короче продолжим да и так какую степень проектирования считать достаточно иногда перед началом кодирования создается только самый общий набросок архитектуры в других случаях группы создают проекты с таким уровней уровнем подробностей что кодирование стат становится практически механическим занятием насколько детально выполнять проектирование до начала кодирования и тут есть интересная такая цитатка мы пытаемся решить проблему максимально ускоряя процесс проектирования чтобы в конце работы над системой у нас осталось достаточно времени для нахождения ошибок допущенных из-за слишком быстрого проектирования проектирования это цитата Гленфорда Майерса так вот насколько достаточно выполнять проектирование до начала кодирования родственный вопрос заключается в том насколько формальным делать проект Нужны ли вам формальные тщательно выполненные диаграммы проекта системы или цифровых снимков нескольких рисунков на доске будет достаточно принятие решения о том какую часть проектирования выполнять до начала полномасштабного кодирования и насколько формально документировать проект системы трудно назвать точной наукой при этом следует учитывать опыт группы ожидаемый срок службы системы желательный уровень надежности масштаб проекта и число членов группы и можно выделить необходимые уровни и детальности проектов для 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 ну при при следующих факторах я их сейчас перечислю можно примерно определить насколько нужно выполнять да эти формальности то есть уровень уровень детальности и уровень формальности документации и так если но это примерно вы должны понимать если члены группы проектирования конструирования имеют большой опыт работы прикладной области то уровень детальности проекта нужный перед началом конструирования обычно низкий уровень формальности документации тоже низкий ну я тут все перечислять не буду я вот выделю самые таки основные самые основные это у нас когда члены проектирования и конструирование неопытные тогда вот эти два уровня уровень формальности уровень детальности проекта и уровень формальности на уровне средний тире высокий если от приложения будет зависеть безопасность людей то вне зависимости от опыта людей эти уровни детальности и уровни документации должны быть на высоком уровне ну низкий уровень это тогда когда приложение будет использоваться предполагается что оно будет использоваться недолго то есть недели или месяцы так получается я закрыл и он идти не может я понял сейчас я его подпущу еще а теперь вот так вот сделаем вот нет так откуда я смогу него попасть блин не получается ну да и ладно пойдем отсюда пойдем дальше так при создании конкретной системы могут иметь место сразу несколько факторов подталкивающих к разным решениям скажем опытная группа может разрабатывать программное обеспечение от которого будет зависеть безопасность людей тогда вам вероятно следует отдать предпочтение более высокой детальности и формальности проекта вообще в подобной ситуации нужно оценить роль каждого фактора и решить какой из них важнее так стреляем в глаза промазал блин он с энергооружием ну да ладно если разработчики выполняют какую-то часть проектирования индивидуально то при снижении проектирования до уровня задачи которая уже была решена ранее или до уровня простого изменения или расширения такой задачи проектирование вероятно можно прекратить и начать кодирование если я не могу решить насколько детальным должен быть проект программы перед началом кодирования я предпочитаю разрабатывать его более детально сам самые крупные ошибки проектирования возникали когда я думал что выполнил проектирование в достаточной степени но позднее оказывалось что я заблуждался и не учитывал дополнительные проблемы иначе говоря самые серьезные проблемы проектирования обычно были связаны не с теми областями которые я считал сложными и спроектировал неудачно а с теми которые я считал легкими и не спроектировал вообще мне редко встречаются проекты страдающие от чрезмерного проектирования поэтому здесь кашу маслом как говорится не испортишь то же самое и чрезмерным проектированием проект вряд ли испортить можно о вот это уже совсем другое дело так я наверно миниган выброшу потому что реально 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 мне не надо может быть доберу опыта а может быть и и потом так а чё у нас тут 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 шкафчика нет нет это это зеркало ладно так ладно компьютер а вон шкафчик есть так чё у нас с компьютерами мак 4 мак 4 мак монитор мерцает система заблокировалась ладно так это какие-то койки во ну чё нормально нормально я разжился но это видимо знаете тут специально так положено потому что я сейчас пойду дальше а там будет наверно еще жесть такая так 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 сейчас подойду к этому по идее должно отключить да афиг там не отключает оно только отключает вот эти желтые хорошо но у меня есть тесла броня поэтому я могу в принципе в принципе я могу попробовать сейчас этих завалить давайте я сохранюсь вот так вот лишний опыт не поможет мешает это раз это раз так 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 чё делать чё делать а надеть другую броню есть подойти отключить перезарядиться перезарядиться так сейчас я тут ай-яй-яй-яй-яй вот гадина в глаза стреляли на тебе о круто убил сразу а это что-то стоит ждет блин чё ты стоишь может он не хочет драться может он такой то не братишка я же свой мне всегда не нравились эти мутанты так ладно итак с другой стороны иногда я имею дело с проектами страдающими от слишком объемной проектной документации здесь вступает в игру своеобразный закон Грешема так что это за закон это монетарный принцип названный в честь лорда Томаса Грешема управляющего английским монетным двором при королеве Елизавете суть закона Грешема в том что худшие деньги то есть некачественные или с пониженным содержанием благородного металла вытесняют лучшие деньги из обращения то есть более дешевые деньги вытесняют более дорогие так вот здесь вступает в игру этот своеобразный закон и механические действия начинают вытеснять творчество чрезмерное внимание к созданию проектной документации хорошее подтверждение этого закона я бы предпочел чтобы разработчики тратили 80% усилий на разработку и анализ различных вариантов проектирования и 20% на создание менее изысканной документации а не наоборот 20% на создание непосредственных решений и 80% на совершенствование документации не совсем удачных проектов и опять таки здесь приводится еще одна цитата цитата я никогда не встречал человека желающего читать 17000 страниц документации а если бы встретил то убил бы его чтобы он не портил генофонд джоз джозеф костелло ну да 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 а встречали ли вы таких людей которые хотели бы читать документацию вряд ли вряд ли потому что обычно документации ну это я так сталкивался и в своем кругу там то обычно это было след обычно как это было документация читается уже аж тогда когда не получается знаете постоянная спешка такая надо уже сделать на вчера и ты сидишь там колупаешь колупаешь что-то может не получаться либо как получается но где-то возникают косяки потом эти косяки разбираешь разбираешь а потом такой раз и какие-то ошибки ты такой что ж такое лезешь в документацию а в документации то написано что если произойдет или учитывать то-то и то-то то возможны ну какие-то там варианты и ты получается если бы заранее это прочитал в документации то избежал бы некоторых проблем в будущем но так чтобы со старту читать всю эту документацию это уже извините хотя иногда я же говорю это неправильно так ладно надо отсюда свалить ну давай выходи 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 о а он и не хотел воевать да так к лейтенанту никогда я буду прорываться с боем блин у него энерго оружие ладно я понял я сейчас за краешек забегу переоденусь и продолжим на тебе вот так вот еще сюда да теперь давай повоюем в глаза есть а тут практически видите с одного выстрела валю так чё у него тут о и цветочек самое главное что так я сохранюсь и так идем дальше регистрация процесса проектирования традиционным способом регистрации проекта является его описание в формальной проектной документации однако есть масса других способов эффективных при использовании неформального подхода при создании небольших систем или когда нужна облегченная методика регистрации проекта включайте проектную документацию прямо в код документируйте основные аспекты проектирования в комментариях как правило в заголовках файлов или классов кстати есть классное такое ну не приложение а инструмент называется до кси же вот с помощью его можно документировать сразу же то есть вы составляете в правильном формате комментарии то есть обрамляете их там тегами и и если если все вы делаете по фэн-шую то в результате на выходе вы всегда сможете с генерить документацию в виде чтм пдф ртф док там с диаграмами и т.д. и т.п. очень удобная классная вещь о боже он убит да он был моим врагом тебе не следовало его дурочка какая-то я убил этих а она говорит тебе не следовало убивать ну бывает больная так вот документируйте основные аспекты проектирования в комментариях дальше регистрируйте протоколы обсуждения проекта и принятые решения при помощи вики тоже хорошая вещь когда есть какая-то вики так смотрите два лифта да и там и там давайте может быть сюда сохраняйте письменные протоколы обсуждения проекта в системе вики это позволяет ну википедия есть движки эти вики поэтому если у вас есть возможность то это круто когда вы там все это сохраняете это позволяет автоматизировать регистрацию нужных данных хотя и требует дополнительных затрат на набор текста кроме того в вики можно хранить полезные цифровые фотографии ссылки на веб-сайты содержащие обоснован обоснование принятых решений документы и другие материалы этот метод особенно полезен если члены группы отдалены друг от друга написано что лифт неисправен или чё о а если попробует ремонтировать вы не можете этот ремонтировать как так то ладно не могу так не могу наверно на том лифте хотя наверно есть этот лифт тут есть значит можно просто уже лень уже тут разбираться уже в принципе тут все так более-менее бегал так так ладно идем дальше пишите резюме дискуссии в форме электронной почты обсудим проект системы поручите кому-нибудь записать резюме беседы особенно принятые решения и отправить его каждому члену группы сохраняйте копии писем в папке доступной всем участникам проекта используйте цифровой фотоаппарат ну надо сейчас они и так уже все цифровые это тогда не все были но используйте цифровой фотоаппарат одним частым барьером препятствующим документирование проекта является утомительность рисования проекта традиционным способом однако способы документирования не ограничиваются вариантами регистрации проекта с использованием красиво отформатированной формальной нотации и полного отсутствия проектной документации фотографируйте диаграммы которые разработчики рисуют на доске и включайте их в традиционные документы это гораздо проще чем рисовать схемы вручную но и не менее эффективно так еще какой-то уровень попробую-ка я ага тут так я думал можно подойти и включить так давайте я карту гляну ага карта непонятно но тут немало мест ну немало короче комнат да будет круто если еще один уровень возьму ну да ладно надо сохраниться вот так так ну что ж попробую-ка я их поубивать выйду вот где-то сюда вот так вот и сразу этому в голову у глаза на тебе есть промазал хорошо так а мы идем дальше храните плакаты со схемами проектов нет закона утверждающего что для документирования проекта нужно использовать стандартные листы бумаги почтового размера если вы рисуете диаграммы проектов на больших листах можете просто хранить ну сохранить их в удобном месте или что еще лучше развесить на стенах чтобы разработчики могли обращаться к ним и обновлять по мере надобности тоже кстати удобная вещь ну не плакаты даже а просто иметь доску на которой там будет будет будут нарисованы там какие-то да диаграммки связи и все такое куда будем устраивать в процессе бдюм 14 ооо он даже не реагирует он короче стоит и тупит значит нормально значит можно стрелять и стрелять а не он еще жив процессор так созд что а создавайте диаграмму у умель с уместным уровнем детальности одним из популярных способов создания диаграмм проектов является язык умель unified modeling language то есть унивис унифицированный язык моделирования стандартизацией которого занимается организация object management group вы можете использовать неформальную версию UML для анализа и обсуждения подходов к проектированию начните с минимальных набросков и добавляйте детали только выбрав конкретный вариант проекта так как UML стандартизирован он позволяет эффективнее обмениваться идеями и может ускорить процесс рассмотрения вариантов проектов при работе в группе промах держи в глаза на тебе блин он подлечился я бы мог у него подмутить этот стимулятор после того как убью блин да что ж такое короче о досвидос не нормально можно разжиться этими стимуляторами тут и хваляется он так рация по два штуки есть у каждого и тугу у меня 39 нормально чего этого этого тут а а нафига роботу интересно вот это все непонятно чем а может быть робот будет колоть кстати была взрывчатка зачем она значит она может пригодиться может быть туль тут дверь лифта можно было взорвать а а какие то эти сектанты чё у нас тут там робот давайте-ка давайте-ка стрельнем сейчас в него так процессор на тебе так а мы пока идем дальше комментарии по поводу популярных методологий а вот что то вот это да сколько их идет смотрите все взбудоражились там их такая толпа идет что что мне надо свалить за вот это вот вот сюда и ждать пока эти подойдут да пусть идут так история проектирования программного обеспечения отмечена бурными спорами фанатичных сторонников конфликтующих подходов к проектированию когда в начале 90-х годов вышло в свет первое издание вот этой книги фанатики проектирования утверждали что перед началом кодирования нужно расставить все точки над и на этапе проектирования это рекомендация не имела никакого смысла сейчас в средине первого десятилетия 21 века некоторые проповедники утверждают что проектирование вообще не требуется крупномасштабное предварительное проектирование это плохо говорят они лучше вообще не выполнять проектирование не перед началом кодирования но это на мой взгляд реально какие-то сектанты за десять лет маятник сместился от проектирования всего до проектирования ничего но альтернативой крупномасштабному предварительному проектированию является не отсутствие предварительного проектирования а небольшое предварительное проектирование или достаточное предварительное проектирование. Какой же объем проектирования достаточен? Никто не сможет точно ответить на этот вопрос. Тем не менее, можно с полной уверенностью утверждать, что два варианта обязательно окажутся неудачными. Проектирование всех деталей до единой или полное отсутствие проектирования. Крайние точки зрения всегда ошибочны. Совершенно верно. То есть здесь не нужно быть, как я называю, упоротым. В каждой конкретной ситуации, в каждом конкретном продукте, проекте, есть свои точки подхода. А вот быть вот таким вот упоротым и утверждать, что вот так вот правильно. Ну как здесь, да, можно перед началом кодирования выполнить очень детальное проектирование. И в результате все равно будет это все переделываться. Так, ладно, а мы идем дальше. Как сказал f.g.plodger, чем догматичнее вы будете в отношении методики проектирования, тем меньше реальных проблем решите. Рассматривайте проектирование как грязный, неряшливый и эвристический процесс. Не останавливайтесь на первом проекте, который пришел вам в голову. Сотрудничайте, стремитесь к простоте, создавайте прототипы, если нужно. Не забывайте про итерацию, и вы будете довольны своими проектами. Так, а мне бы день продержаться до ночи про стоять или как-то. Вот, вот, красавчик, красавая лава, он убил, по-моему, дружбана своего. Держи. Так, держать. Так, перезарядился, и мне уже не хватает, да? Ладно. Эти дебилы ездят. Нет, ездят через это поле. И не отключают его. Так, у меня же там типа дополнительных 4 очка 10. Раз, два, три. Блин. Ну, в принципе, нормально. Не так уж много жизни он и снял. На тебе. Тоже нормально. Дальше, в процессор. На тебе. Так, еще раз. Ну, нормально. Так, надо сохраниться, потому что сейчас сколько всех поубивал. Ходит случайный какой-то этот кинет кирпичом. Пройдет крит. И помру я. Ух ты. Шо это у него. Шо это у него. Гатлинг лазер. Да, крутая штука. Крутая. Это был бы навык, то можно было бы конечно их тут так разносить. Но навыка нету. И что имеем, то имеем. Так, у робота, как было обнаружено, может быть стимуляторы. Могут быть. Так, подождите. А этих я уже промародерил? А, ну вроде да. А куда я шел? Так, к этим я еще не хочу. А, я дальше шел. Во, я же приехал на лифте. Вот еще какой-то лифт. Так, ладно, идем дальше. Идем, идем дальше. Так, а что у нас тут дальше, кстати? А, ну вот здесь у нас есть контрольный список. Контрольный список, который называется Проектирование при конструировании. Ну, я наверное его сейчас зачитаю что ли. Ну, давайте. Итак, с чего он начинается. Методики проектирования. Выполнили ли вы несколько итераций проектирования, выбрав самую лучшую попытку, а не просто первую? Попробовали ли вы выполнить декомпозицию системы несколькими способами с целью нахождения наилучшего варианта? Использовали ли вы решение проблемы и нисходящие и восходящие способы проектирования? Выполнили ли вы прототипирование сомнительных или плохо известных частей системы? Создав абсолютный минимум, подлежащего выбрасыванию кода, нужного для ответа на отдельные вопросы. Был ли выполнен формальный или неформальный обзор вашего проекта другими разработчиками? Так, сейчас, 5 сек. Довели ли вы проектирование до той точки, в которой реализация проекта кажется очевидной? Выполнили ли вы регистрацию проекта уместными способами, такими как вики, электронная почта, плакаты, цифровые фотографии, UML или комментарии в самом начале кода? Погодьте, это лейтенант, вот-вот это. Я в него только что стрелял? Офигеть, это типа главный? Так, походу он... Он должен быть и с поздоровью там... Этот, короче, как его? Ну, немало здоровья у него должно быть. Блин, я еще промазал, как так-то? Ого, а он, походу, стреляет... Энергооружием. Да, елки-палки, сдохни. Куда бежать, куда бежать? Не лечись. Так, я, наверное, вот сюда побегу. Так, ладно. Методики проектирования, все. Ну, это список. Теперь у нас тут в этом списке, что у нас идет дальше? Цели проектирования. Итак, вопросы. Адекватно ли проект решает проблемы, которые были определены и отложены на этапе разработки архитектуры? Разделен ли проект на уровни? Удовлетворены ли вы тем, как выполнена декомпозиция программы на подсистеме пакеты класса? Блин, а что я не могу стрельнуть? Хер, это фигня какая-то. Достигнуто ли минимальное вза... Блин, я... Сейчас, прошу прощения. Туплю. Так. Спроектированы ли классы и подсистемы так, чтобы их можно было использовать в других системах? Будет ли программа легкой в сопровождении? Является ли проект полным, но минимальным? Все ли его части действительно необходимы? Подразумевает ли проект использование только стандартных методик? Смогли бы ли вы избежать применения экзотических, трудных для понимания элементов? Помогает ли проект в целом минимизировать несущественную и существенную сложность? Ну и этот список все закончился. И теперь у нас, перед тем, как перейти к следующей главе, есть... То есть эта глава завершается ключевыми моментами. Итак, какие же тут ключевые моменты? Главным техническим императивом разработки программного обеспечения является управление сложностью. Управлять сложностью будет гораздо легче, если при проектировании вы будете стремиться к простоте. Есть два общих способа достижения простоты. Минимализация объема существенной сложности и подавление необязательного роста несущественной сложности. Проектирование Проектирование Эвристический процесс Слепое исследование какой-либо единственной методологии подавляет творческое мышление и снижает качество ваших программ. Оптимальный процесс проектирования Итеративен Чем больше вариантов проектирования вы попробуете, тем удачнее будет ваш окончательный проект. Одной из самых полезных концепций проектирования является сокрытие информации. Вопрос, что мне скрыть, устраняет много сложных проблем проектирования. Много полезной и интересной информации о проектировании можно найти в других книгах, описанных в этой книге, ну ту, что я зачитываю, лишь вершина айсберга. Вот так вот бывает. Так, ну, я думаю, на сегодня все. Ну, я-то еще, наверное, поиграю. Минут так несколько. А потому что эта глава закончилась. Дальше, следующая глава, это у нас классы. Дело в том, что тут, я смотрю, примеры кода есть. Вот, надо подумать, как бы это так... Как бы это так зачитать. Потому что код же ты не будешь зачитывать. Правильно? Правильно. Но какие-то основные моменты зачитать надо. Потому что, опять-таки, здесь много... Много этих... Короче, полезных советов. Полезных советов, которые вам помогут. Вот поэтому, если вы именно смотрите, вот эти прохождения только чтобы на фоне... Ну, только чтобы слушать на фоне вот это мои зачитывания, то уже... Я больше зачитывать сегодня ничего не буду. Я всего лишь попытаюсь доубить этого лейтенанта. Ну, может быть, пойти еще кого-то убить. Потому что что-то он очень слишком... Крут. У него много здоровья. И он что-то долго-долго помирает. Вот. Он... При смерти. Но он при смерти... Фух, наконец-то. Блин. Не понял. Чего это происходит с ним? Ничего себе концовочка. Ого. Да, концовочка. Что-то он умирал так долго. О! Диск с зашифрованной информацией. Хорошо. Закрыто. Блин, задолбали закрывать. Если честно. Так, попробуем взломать. Тик-тик-тик. Ну, такие книги полезны. Но их... Их еще полезно не просто один раз читать, а иногда перечитывать. Потому что ты... Чего это ключ? Ух ты, какой-то ключ. Потому что иногда... Ну как, ты можно ее прочитать... Как, короче. Ты работаешь над одним проектом. Потом, потом, потом. Ты читай эту книгу. Берешь... Ну, акцентируешь внимание как раз на тех вещах, которые как раз применимы к твоему проекту. Потом проходит время. Ты работаешь над другим проектом. Или что-то подзабылось. То есть ты читаешь опять эту книгу. И что-то новое для себя все равно узнаешь. Что-то уже на некоторые вещи смотришь по-новому. Потому что с каждым разом у тебя опыта больше и больше. То есть может быть даже такое. При чтении какой-то книги, да, может показаться, что автор там какую-то чушь несет. Но при получении этого опыта ты понимаешь, что не такую-то чушь этот автор и нес. лифт неисправен. Но так это же, по-моему, не тот. Помните, мы на том этаже были и там между лифтами вроде бы побольше расстояния было. Странно. Хотя, хотя это может быть... Мне так кажется. Так, ну да ладно. Че мне? Мне надо сейчас отключить вот те том. Вот те том. Взять вот этот отключатель. А он что-то не отключает. Че, сломался? А как мне отключить? Хорошо. У меня ключ еще есть. И куда я этим ключом? Наверное, вот сюда. Эй, а как мне открыть? Эгэй! Круто, круто. Как мне вот это открыть? Кто мне скажет? Это ничего не даст. Такая-то ж не работает. Переключатель полей. Блин, ну мне ж надо как-то туда добраться. Офигеть. А может быть этот ключ к этому неисправному лифту? Ну, типа там табличка висит, лифт неисправен. Но на самом деле мы-то понимаем, что это за мануха. А ну-ка. Блин, тоже не так. А как же мне к ним добраться? Брррр, тут ничего нету. Может быть взрывчаткой взломать? Не, ну этот ключ от чего-то. Так, а у меня есть взрывчатка? У меня что-то была, я оставлял одну. Да, есть две штуки. Можно пойти попробовать взорвать. Вот так вот. И что делать? Ладно, попробую-ка я вот здесь оставить взрывчатку. Так, поставим 20 секунд. И надо бросить, да, вот так вот. Валим, ааа. Блин, я не... О, взорвалось. Нормально. Так, сохраняемся. Где тут сохранить? Ай-яй-яй, сохранить. Так, ну получается, вроде лишь игра уже все, да. Я этого лейтенанта убил. А, там еще вот этот создатель. Точно, я и забыл. Под собором там тот создатель. Ну и что ты наркалыга? Ты не будешь убивать бездорожного? Это я сейчас чад... Е-е-е-е... Почему это? Блин. Ух ты! Смотрите, что тут. Какие-то резервуары. Не, ну если так пошло. Давайте я вас поубиваю. Я к ним подхожу. Они взрываются. Давайте я лучше вас поубиваю. мне хоть какой-то опыт дадут правильно так я подхожу не сами взрываются нет папа походу все к таким нужно будет идти тут собор и убивать того создателя а ну-ка ну мало опыта правда ну что-то ух ты еще эта карта пропуск куда куда на пропуск и тут карта пропуска не одинаковые по ходу до вы но не можете получить почему потому что наверное чуть-чуть туповатый на 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 науку использую вы смогли вызвать экран интерфейса а ну-ка о на вывести коды службы вы успешно сломали ну и чё нам не даст запускает скрытый цикл запускает цикл самоуничтожение 30 секунд да давайте три минуты попробуем свалить все валим валим он смотрите внизу 300 секунд пишет получается я сейчас эту базу уничтожу я получил 5 единиц кармы куда не 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 сюда сюда давай давай быстрее не тупи не тупи дружище нам надо убежать отсюда 300 секунд я что всех поубивал принципе чем не палится так я могу спокойно уже просто бежать 208 там нормально успеваю так это еще зарву эту базу но создатель то принципе как был так и остался там собой но надо наверно сейчас бегать в этот свое убежище и сказать главному шо мол так и так я там убил так детство выход 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 на где-то тут вот он 255 сколько прошло 50 секунд меньше минуты я можно было и самому с убийца так и чё будет если я тут часик вздремну а это видосик как взрывается база ну нормально бы ты так понимаю тут как раз от этим опыт и проводились из людей делали мутантов чего все ну я так понял все блин 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 могли бы написать типа так и так ты красавчик ну да ладно бывает чё делать значит следующий раз начнем играть фоллаут 2 там кстати фоллаут 76 анонсировано вроде бы на ноябрь я хотел даже там у них есть специальное этот издание как она называется фоллаут 76 по моему армор спешил армор эдишен или чё ну короче там коробочка там там типа рюкзачок шлем фигурки что-то еще есть ну ну классно классная вещь я как бы не сторонник знаете этих субкультур каких-то вот но такие вещи я люблю я как-то покупал что-то подобное было помню со stalker но там небольшое здание было вот и там с диском шла еще зажигалка жетончик типа артефакт ну просто какая-то пластмассовая хрень внутри которой диодик там загорался там разными цветами вот что-то там еще было а книжечка небольшая с рассказами stalker и что-то еще было то есть ну так неплохо вот и думал вот этот а special edition кстати там вот такой шлем как раз но написали что уже раскупили то есть игра еще не вышла и раскупили то как-то хотелось бы чтобы не знаю этот armor edition появился то есть если вдруг я все-таки его куплю на посмотреть какая цена может быть там цена сумасшедшая то если прикуплю то я конечно же обязательно вам покажу ну распаковку да как это по-модному называют анбоксинг вот но чем могу сказать я буду ждать этой fallout 76 правда не знаю пойдет ли она вряд ли у меня пойдет на ноутбуке этом на компьютере уже вряд ли компьютер уже сейчас какой 18 но уже 9 или 10 лет то есть там уже такой старенький ну возможно прикуплю что нибудь там ну посмотрим но короче как бы следующий раз уже продолжим с fallout 2 ну а там как пойдет да может быть книг на самом деле очень много которые вот так вот можно принципе зачитать которые интересны есть о чем почитать о чем подумать поэтому и тут работа еще не початый край как говорят на сегодня все тогда уже это окончательно все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока